Вот у меня телефон каждую неделю сообщение о каких-то аномальных явлениях. Ну, например, вот сидят люди, разговаривают, и вдруг на стенке появляется надпись. Просто мгновенно. Вот взгляд отвел, посмотрел, там же надпись. Крупными буквами. На русском языке, на английском, на грузинском. У нас сегодня такая тема, в которой очень много скептиков и очень много тех, кто верит в аномальные явления. Мы не будем вдаваться в эти споры и вставать на чью-то сторону. Наша сегодняшняя история про человека. Виктор Николаевич Фефелов – это тот, кто изучает аномальные явления, и он настолько увлечен этой темой, что готов поехать в любую точку страны и в другую страну, чтобы увидеть своими глазами, изучить. Это очень круто. Об этом наша история. Губная помада? Это полтергейтс наставлено тоже? Аномальных явлений много в природе. Но я и мои коллеги, мы специализировались на исследовании полтергейстов. Полтергейст, ну, говорят, это какой-то там злой дух, нет, это явление природы. Ну, так же, как вот, так же, как гроза. Маленький телевизор оказался в холодильнике. Стул повис на проводе на лестничной площадке. Сварились в кипятке часы забежавшего поглазеть на дива знакомого. Пропал один зимний ботинок у сына. Сгорел рукав у единственной маминой дубленки. Томские исследования полтергейстов начались в 1985 году. Да, было явление на Каштаке. В двухкомнатной квартире в обычной девятиэтажке по улице Карла Эльмера. Там каждую ночь из-под кровати в спальню вылетали шаровые молнии красно-оранжевого цвета. Летели в угол спальни и там взрывались. И они, в конце концов, написали письмо в газету «Красное знамя». Письмо попало мне в руки, я отнес его в политехнический институт. И там ученые, молодые из политеха, занялись изучением этого явления уже с помощью приборов. Вечером расставили приборы. Там все это вылетело, взорвалось, как положено. Всех оглушило, ослепило. Один человек потерял сознание. Я тоже слышал этот звук, потому что я в это время из комнаты вышел воды попить на кухню. Пожалуйста, нам покажите сейчас пленочку. Люди, которые в конце 90-х годов читали газеты, им запомнился, конечно, полутергейз, знаменитый в поселке Светлый. Он там длился три года. И за это время произошло несколько тысяч аномальных явлений. Ну, там все было, все, что положено при полутергейстах. Значит, летали всякие предметы по квартире, двери снимали, с петель летали. У нас это заснято на видео. Хозяева спросили, как тебя зовут? Они-то думали, что такой злой дух. Ну, раз злой дух, значит, у него должно быть имя. И там через некоторое время, как мы определили куском мыла хозяйственного, на большом листе пластика было написано «Фо-ты-ма». Это одна из папок моего архива, где хранятся записки, изъятые с одного полутергейста. Это поселок Светлый, полутергейст Фатыма. Это тоже хранится не только в научных целях, но и когда какие-нибудь злодеи будут нападать на наши исследования, мы предъявим в суд на экспертизу вот эти записки. Эти записки появлялись в поселке Светлый в течение трех лет. – Извини. – Извини. – Фивка, извини меня. – Да. Ну, Фивка он называл конкретно меня. – А, это перед вами извинялся. – Да, перед мной извинялся. Есть явления, которые являются парадоксальными, неожиданными и не вписываются в известные нам законы природы. В известные нам. То, что в учебниках написано. Вот эти явления называются аномальными. Есть нормальные явления, а это аномальные. Но аномальность – это в нас в голове, потому что мы плохо знаем. – Анастасия. – Анастасия. Анастасия. – Анастасия. Анастасия. – Анастасия. Анастасия. – Анастасия. Анастасия. – Анастасия.